Виктория Нечаева Виктория Нечаева Виктория Нечаева Судьба молодых специалистов, оканчивающих средне-специальные и профессионально-технические учебные заведения, стала центральной темой заседания областного исполнительного комитета. Как сделать так, чтобы предупредить отток кадров в другие регионы и за рубеж, при этом обеспечить юношам и девушкам достойные условия труда и хорошее первое рабочее место. От того, насколько грамотно и компетентно будет решаться этот вопрос, зависит социально-экономическое положение региона в ближайшие несколько лет. Я хотел бы еще раз обратить внимание, что то решение, которое было принято в 2015 году, было вызвано серьезной ситуацией на рынке труда, снижением экономической активности предприятий, сокращением количества работающих. Сейчас ситуация с трудоустройством выпускников, она более-менее нормализовалась. Первое рабочее место предоставляется всем выпускникам в бюджетной сфере, имеется в виду бюджетной формы обучения и пожеланию тем, кто обучается платно при наличии мест трудоустройства. Сегодня в Брестской области создана многопрофиль для базы среднеспециальных и профессионально-технических учреждений. Переходя от одного этапа обучения к другому, юноши и девушки получают не только прочную систему знаний, но и отличные возможности для всестороннего раскрытия своего потенциала через многочисленные конкурсы, в том числе и международные. Учащиеся в Брещене показывают в них высокие результаты, о чем свидетельствуют дипломы и награды. Не менее важен и тот факт, что государство сегодня гарантирует молодым людям, выбравшим среднеспециальные и профессионально-технические учебные заведения, первое рабочее место. И это очень важно для юношей и девушек, которые только начинают свою дорогу во взрослую жизнь. Активно должна использоваться система целевой подготовки кадров. Об этом в рамках заседания не раз говорили участники исполкома с оговоркой. Подготовка должна вестись с требованиями, которые предъявляет рынок труда. Структурным подразделениям области исполкома Горисполком необходимо продолжить работу по активизации деятельности в прогнозировании потребностей и формировании заказа, в том числе организации частной формы собственности с использованием данной системы. Отмечается системная работа по организации целевой подготовки Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Главных управлений по здравоохранению и по образованию Брестского горисполкома, Ганцевического, Ивацевического, Барановичского горисполкома. Востребованность рабочих специальностей сохраняется уже не одно десятилетие. И это оправданно, ведь люди таких профессий заняты во многих важных отраслях экономики и промышленности. В отдельных сегодня даже ощущается некоторый дефицит. На это Анатолий Лис обратил в рамках заседания особое внимание. Важно искать возможности, как поддержать людей, уверен губернатор. В кадровом обеспечении отдельных отраслей еще имеются проблемы. Существует дефицит некоторых специалистов. В основном это отрасли сельского хозяйства, медицины, строительства, которые мы ощущаем в нашей области особенно остро. Понятно, что близость границ, значит, она, естественно, способствует оттоку кадров. Но прежде всего не в этом причина. Причина в том, что по многим специальностям уровень заработной платы в сопредельных государствах, значит, значительно выше. Поэтому нам необходимо думать над тем, как, значит, создать условия для нормальной работы в отраслях экономики, чтобы люди меньше выезжали за пределы области и нашей республики. В числе основных поручений по итогам заседания губернатор региона особенно обозначил одно направление – подготовка кадров для сферы обслуживания. Она должна быть расширена и производиться в соответствии с международными стандартами, а также теми требованиями, которые предъявляет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Западный обход будет сдан к началу августа. Такое мнение высказал мэр города Александр Рогачук на текущей неделе во время расширенного заседания на объекте. Затем, как возводится уникальный объект транспортной и дорожной инфраструктуры, брещане наблюдают давно. И стоит отметить, что работы здесь ведутся активно. Более 350 специалистов трудятся на всех направлениях. В рамках посещения объекта председатель горосполкома наградил наиболее отличившихся строителей памятными подарками, а также дал свою оценку деятельности. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, продолжит тему. Строительство западного обхода – важное и значимое событие для областного центра. Объект позволит разгрузить транспортное сообщение, качественно переформатировав городскую логистику. Постепенно комплекс приобретает свои чертания, причем с разных направлений. Очередной важный этап завершен. Эстакада длиной более чем 1000 метров собрана. Кроме того, в основу комплекса заложено последнее из 348 балок длиной 33 метра. На данный момент завершен серьезный этап в работе монтаж балок, 33 метровых балок. Это практически говорит о том, что весь каркас, или выражаясь сленгом строительным, этажерка собрана. Идет параллельно уже и благоустройство, идет параллельно монтаж другого оборудования. Вы видите со стороны улицы Зубачева. Я думаю, что задание будет выполнено в срок. Строительство ведется в соответствии с утвержденными графиками. Работы разделены на участки, по создающимся с эстакады спускам. Армируются швы между балок. Пока ждем температуру, чтобы немножко мороз сошел, чтобы можно было бетонировать. Пока только, скажем, идут арматурные работы. На Зубачева идут земляные работы. Там сети. На самом мосту ставится парапет, турникет. То есть, работы идут везде, где только можно. Уникальное мостостроительное решение интересно не только строителям, но и ученым. Объект имеет научное сопровождение. Пристальное внимание уделяется возведению объекта и на республиканском уровне, рассказал журналистам Александр Рогачук. 18 января состоялось заседание организационного комитета под руководством главы администрации президента Качанова Наталья Ивановна, где я докладывал о ходе строительства объектов по городу Бресту, о тех мероприятиях, которые будут проходить в течение года. И было неоднократно подчеркнуто, что основным объектом тысячелетия является западный обход. Объект находится непосредственно на контроле у главы государства. Объект достаточно дорогой, поэтому стоит задача сделать его качественно в срок и запустить уже к 1 августа общую строительную готовность. Определённые неудобства строителям доставляют погодные условия и активное движение транспорта под конструкцией. Однако это не должно сказаться на сроках выполнения работ. Сегодня в строительстве занято более 300 специалистов различных подрядных организаций. И каждый из них уже вошёл в историю как участник возведения такой масштабной конструкции. А наиболее отличившихся отмечает своим особым вниманием руководство Бреста. Города, который уже в этом году отметит знаковый юбилей во всей своей красе. Мы должны отмечать тех людей, которые управляют себя на этой работе, которые непосредственно занимаются, не взирая на погоду, вот этой работой. Поэтому сегодня городсполком принял такое решение наградить лучших работников грамотными и ценными подарками. Что примечательно, что ценные подарки с логотипом тысячелетия. Я уверен, что эти подарки будут хорошей семейной реликвией, потому что там отображен тот объект, который и наш город в том числе прославит. Анастасия Настерин, Плотницкая, Эдуард Букванович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Основным направлением и приоритетом государственной политики Беларуси остается спорт. В Брестской области в прошлом году было открыто несколько новых спортивных объектов. Брестский футбольный манеж, гандбольный зал в городе Ляховичи, два стадиона с искусственным покрытием в Иваново и Высоком. Словом, материальная техническая база укрепляется и развивается во всех уголках региона. Все делается и для того, чтобы привлечь к здоровому и активному образу жизни как можно больше людей. К примеру, сегодня на базе Грибного канала состоялась областная зимняя спартакиада «Брестская лыжня-2019». В ней приняли участие сотни жителей города и области. На территорию Грибного канала сегодня утром стекали семьями, целыми школьными классами, студенческими группами и трудовыми коллективами. 20 эстафетных команд со всего региона заручились лыжами, теплой одеждой, группой поддержкой, хорошим настроением и верой в победу. Конечно, мы сюда пришли в первую очередь за прекрасным настроением. Посмотрите, как народ просто счастлив от того, что здесь происходит. И вообще погода просто шепчет для того, чтобы мы на самом деле занимались только спортом и поднимали свой тонус. И чем больше мы будем заниматься спортом, тем лучше у нас будет получаться все на службе. Как лично у вашей команды настроение? Отличное настроение. Готовы к борьбе. Активно участвуем. Прокуратура тоже не встает. Мы здоровый образ жизни ведем. Хотим показать, насколько мы можем сегодня. Хотя, конечно, нам не взялся снегом, но последние вот это пару деньков снег выпал. Я думаю, что, по крайней мере, вспомним то, что у нас еще остался задор юношеский. Брестская трасса встретила гостей массовой эстафеты, к слову, прибывших с самого утра в Брест со всей области, морозной погодой и пушистым снегом. На лыжи встали все – представители органов исполнительной власти, предприятий, организаций, ведомств, активная молодежь. Здоровый образ жизни и вообще такие мероприятия, их должно проводиться больше. Потому что, смотря на нас и простые люди, которые сидят за телевизором, они тоже захотят выйти на улицу и принять участие в таких мероприятиях. Три, два, один, старт! Снег кружит, ноги вязут в сугробах, но участники стартуют уверенно. Порадовала трасса настоящих профи лыжного спорта. В команде Брестского горосполкома такие лидеры есть. Я родом из Лунинецкого района и учился в сельской школе, и школа специализировалась на лыжах. В свое время я участвовал в соревнованиях и в раубичах, и в республиканских соревнованиях. И в свое время имел кандидата в мастера спорта. Ну, на сегодняшний день снег – это очень редкое явление в городе Бресте, поэтому надо ловить каждый момент, чтобы встать на лыжи и не забыть навыки, которые у меня когда-то давным-давно были. Длина забега символичная – 1 километр 200 метров. Конечно, были столкновения и падения начинающих лыжников. Спортивная суббота объединила детей и взрослых, любителей и профессионалов. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис на лыжной трассе чувствовал себя уверенно. К слову, команда Брестского облсполкома и одержала первое место по итогам соревнований. На пьедестале лидеров также оказались представители Барановического и Ивановского райисполкомов. Практически все руководители или заместители органов исполнительной власти принимают участие. Это тоже важно, что своим примером они показывают, как надо заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Спортом в этом году нам повезло, лыжным заниматься в Бресте можно целый январь. И в принципе по всей области есть снег, очень много сделано трасс, в каждом районе, в школах очень много катков залито. Поэтому очень много сделано и есть возможность для занятий сегодня лыжным спортом. Самая массовая лыжная гонка области объединила сотни поклонников зимнего вида спорта. По сути праздник это своеобразный зимний привет и призыв тем, кто не ладит с закалкой и здоровым активным образом жизни. Брестская областная лыжня 2019-го единым спортивным праздником и с ветерком прокатилась по трассе Грибного канала. До финиша добрались все. Уставшие, но довольные. Сотрудники Следственного комитета. Те, кто повседневно решает задачи по раскрытию убийств, краж, коррупционных и прочих преступлений. Ко многим аргументам, выводам и мнениям следователи приходят лишь после того, когда получают информацию от судебных экспертов. Собрать улики, обработать доказательства и получить достоверные неоспоримые факты с мест происшествий. Этим ежедневно занимается Государственный комитет судебных экспертиз. Его сотрудники выполняют важную работу в расследовании преступлений и не имеют права на ошибку. О результатах судебно-экспертной деятельности органов Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области в 2018 году говорили на днях на итоговой коллегии. Какие новые направления деятельности были разработаны и внедрены в минувшем году для более эффективной работы, расскажем далее. 9 тысяч осмотров мест происшествия, тысячи улик и более 36 тысяч экспертных исследований. Благодаря новым технологиям в 2018 раскрыты сотни преступлений. В прошлом году органами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области была продолжена целенаправленная работа по повышению эффективности судебной экспертной деятельности. При этом особое внимание было уделено качеству и оперативности проведения экспертиз. В настоящее время органы Государственного комитета Брестской области обеспечены всем необходимым оборудованием, которое позволяет проводить исследования различной сложности на качественно высоком уровне и в кратчайшие сроки, что называется, по горячим следам. В прошедшем году мы реализовали комплекс мероприятий по организации проведения экспертиз компьютерной техники и радиоэлектронных устройств в Брестском межрайонном отделе. В управлении реализованы новые виды исследований. Это исследования электробытовой техники. По-прежнему востребованы наши исследования у граждан и юридических лиц. Основными направлениями работы экспертов, по которым обращаются граждане, были и по-прежнему остаются генетические исследования и исследования маркировочных обозначений транспортных средств. В связи с некоторыми изменениями в законодательстве в текущем году белорусские эксперты ожидают увеличения заявлений для проведения строительно-технических, товароведческих и автотехнических экспертиз. Существуют и так называемые проблемные вопросы. Пока проблемным вопросом остается организация проведения лингвистических экспертиз. У нас заканчивается подготовка специалистов и, надеюсь, уже во втором квартале текущего года мы приступим к проведению и этих экспертиз. Экспертизы данного вида назначаются в рамках решения материалов по экстремистской деятельности, по оскорблению граждан для принятия законных решений органами внутренних дел и судами. Сегодня заканчивается подготовка этих экспертов. К слову, для обучения привлечены специалисты из России. Уже в апреле обучающиеся сдадут завершающие экзамены и приступят к работе в новом направлении. А значит, проводить лингвистические экспертизы будут и в Брестской области. Конечно, сегодня еще есть ряд направлений, которые применяют только в Минске. Опыт столичных специалистов в этом году будет перенят брестскими экспертами. В ближайшее время мы передаем комплект оборудования для более углубленного исследования при проведении пожарно-технических экспертиз. Металлографские микроскопы, сопутствующие оборудования, чтобы можно было устанавливать короткое замыкание в проводах. Раньше такие экспертизы делались только в центральном аппарате. В принципе, мы по всем направлениям развиваемся. Какие-то новые программы и по почерку, и по исследованию ВИН-номеров, и по технической экспертизе документов, и по техническим видам, по исследованию радиоэлектронных устройств, компьютерной техники. Все находится в развитии. В целом, работа экспертов в Брестской области за 2018 год оценивается удовлетворительно. Но специалисты отмечают, сегодня в стремительно меняющийся век цифровых информационных и других технологий всегда есть куда расти. К другим темам. Оплата дорожного сбора, прохождение техосмотра, постановка и снятие с учета транспортного средства, получение регистрационных знаков. Каждый из водителей постоянно сталкивается с этим в процессе эксплуатации автомобиля. И редко кто остается доволен суммами, сроками, временем, затраченным на эти действия. Вместе с тем, для всех владельцев автомобилей госавтоинспекция подготовила новые правила регистрации автотранспорта, которые вступили в силу с 21 января нынешнего года. Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 ноября 2018 года номер 747. Основная цель документа – сокращение затрат времени граждан на осуществление регистрационных действий с транспортными средствами и упрощение соответствующих процедур. В нововведениях разбиралась Ирина Ольшова. Автомобиль не роскошь, а средства передвижения, утверждает народная поговорка. Вместе с тем, обслуживание железного коня действительно становится дорогим удовольствием и по времени, и по средствам. С 21 января 2019 года вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств, которые призваны сократить, если не расходы, то как минимум потраченное время. Документ, которым мы руководствовали служебной деятельностью, это постановление Совета министров об утверждении положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятие с учета и внесение изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств, был принят аж в 2002 году. Поэтому уже в настоящее время давно созрели предпосылки для переработки этого документа. Сами понимаете, время идет вперед, изменяется и порядок регистрации, и указания совершенно другие приходят. В общем, это документ, который давно уже назрел для того, чтобы принять его в новую редакцию. Вместе с тем, согласно новому положению, автомобиль теперь можно снять с учета в любом регистрационном подразделении, вне зависимости от места его прежней регистрации. По информации Госавтоинспекции, с 1 ноября 2019 года в Беларуси вводится система электронных паспортов транспортных средств. Поэтому разработчики документа заблаговременно внесли в него необходимые дополнения. Автомобиль, имеющий такой паспорт, предоставлять на осмотр тоже не потребуется. Основные упрощения, которые данным документом предусмотрены для граждан и в том числе для юридических лиц, это предусмотрена такая услуга, когда продавец, продавая автомобиль, допустим, транспортное средство покупателю, осуществляет одновременно услугу по государственной регистрации транспортного средства, а затем передает уже зарегистрированное транспортное средство покупателю. Это касается транспортных средств, не бывших в эксплуатации. Упростили и схему выдачи номерных знаков в случаях утраты или хищения, что очень актуально для выезжающих за границу на своей машине. Теперь предоставление транспортного средства на осмотр по месту регистрации больше не нужно. Выдача новых номеров сможет проводиться по акту осмотра автомобиля, составленному регистрационным подразделением по месту нахождения автомобиля или регистрирующими органами других государств. Определены новые требования к документам, выданные компетентными органами иностранных государств. То есть эти документы должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь и скреплены апостилем. Это такая мастичная печать белая. Кроме этого, что еще? Определены новые основания для отказа в совершении регистрационных действий. По-новому осуществляются регистрационные действия, изменен порядок осуществления регистрационных действий в отношении транспортных средств, которые имеют признаки видоизменения или уничтожения маркировок номерных агрегатов, поддельных документов. Здесь после проведения проверки уполномоченным органам принимается определенное решение. Сегодня Брестский межрайонный регистрационный экзаменационный отдел госавтоинспекции работает в штатном режиме. С введением электронной системы и гибкого графика работы время оформления автотранспорта и его осмотра здесь и так минимизировано. Теперь некоторые регистрационные процедуры станут еще быстрее. Если сравнить, как раньше регистрировали, сейчас просто приходишь, электронная очередь, я буквально 15-17 минут и все, подошел. То есть никаких не... Очень быстро все, очень быстро все. Я очень доволен. В течение 15 минут быстро произошло, очень удобно стало. Довольны скоростью работы. Елена Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ. С сентября 2018 года в учебных заведениях республики проходит проект «Школа активного гражданина, инициированный Министерством образования Беларуси». Каждый месяц по четвергам в гости к учащейся молодежи приходят общественные деятели, представители органов местной власти, депутаты, а также известные и уважаемые люди, чтобы обсудить события, произошедшие в стране. Главная задача проекта, который сокращенно назвали «Шаг» – вовлечь учащуюся молодежь в диалог, узнать болевые точки и выстроить структуру взаимодействия между государством и подрастающим поколением. В январе прошел пятый этап таких встреч в рамках большой информационной кампании. В Бресте встречи прошли в двух лицеях – областном имени Петра Машерова и номер один имени Александра Пушкина. С участниками проекта «Шаг» пообщалась наш корреспондент Ирина Альшова. В рамках проекта «Шаг» в гости к близким лицеистам пришли руководитель Московского района Вячеслав Дашкевич и начальник управления по образованию администрации москвичей Виталий Щерба. Проводить встречи на высоком уровне для лицеистов не в новинку, поэтому диалог получился. Главная тема – социально-экономические, политические и культурные события страны. Таким для учащейся молодежи получился рождественский бал в Минске, в котором принимали участие и выпускники Брещины. Прозвучала тема спорта и спортивных увлечений среди представителей власти. Говорили и о семье как основе государства. «Семья – это вообще основа всего. Даже основа того же государства – это семья. Потому что без нормальных ценностей семейных вообще трудно чего-то себе представить. Это как начало-начал». Вместе с тем главным лейтмотивом шага все-таки стал предстоящий миллионим Бреста. Гости вместе с лицеистами обсудили тему благоустройства города и глобальной реконструкции некоторых объектов Бреста. Выпускники интересовались конкурсом «Семь чудес Бреста» и дальнейшим развитием инфраструктуры района. А еще перспективами своего будущего трудоустройства. Как оказалось, не все молодые люди стремятся уехать за границу. «Сегодня глава нашей администрации сказал нам о возможностях нашего самоопределения на территории, на нашей малой родине. И я думаю, его советы по управлению нашим районом пригодятся нам в будущем для нашего дальнейшего самоопределения». «Важно внимание. И нам важно понимать, что даже людям с таким высоким чином в государстве, в городе интересно проводить с нами беседы, рассказывать о том, что происходит в стране, в городе и, собственно, в нашем районе». Главная задача проекта «Шаг» – вовлечь учащуюся молодежь в диалог, узнать болевые точки и выстроить структуру взаимодействия. «Именно сегодня у них такой период, когда идет формирование личности. И то, что это наше будущее, это не просто слова. Это действительно так. И то, что мы сегодня в них вложим, и то, какие мы привьем им наши ценности, в дальнейшем так и будет зависеть развитие в целом страны от них. Поэтому я считаю, что очень важно сегодня донести до них те ценности, те основные постулаты, на чем основаны это и семья, и долг, и честь, и тогда мы сможем увидеть результат через несколько лет, когда они уже станут взрослыми». Если на встрече в Пушкинском лицее больше говорили о развитии района, города и его культурных перспективах, то в областном лицее имени Петра Машерова диалог строился на вопросах экономической составляющей. Гостем лицеистов стал заместитель начальника управления внешнеэкономических связей Брестского облсполкома Юрий Колесов, грамотный руководитель, имеющий за плечами опыт посольской работы. «Прежде всего важно, чтобы была активная жизненная позиция у нашей молодежи, которая пониманием и с теплотой относилась бы к своим родным землям, своему родному углу, и, конечно же, старалась вложить в это все, что они могут, знают, и для этого учились и работали». Проект «Школа активного гражданина» или сокращенно «Шаг» проходит по инициативе Министерства образования, которое помогает учреждениям организовать и выбрать актуальные темы, обеспечивает необходимой литературой и презентационными материалами. «Задача – предоставить учащимся полезную информацию из первых уст». «Смысл ведь школы активного гражданина в том, чтобы не только эту информацию получить, но и переварить ее, обсудить и сделать для себя какой-то интересный вывод, а могу ли я в чем-то поучаствовать, в чем-то себя проявить, и что я как гражданин могу сделать для своей страны, а мы в своем лице и часто говорим о маленькой родине, потому что к нам приехали ребята со всех уголков Брестской области». Вопросы, которые задают молодые люди, не по-детски серьезные. Молодежь интересует кадровая политика, выбор профессий и семейные ценности. В некоторых вопросах и ответах молодые жители Бреста формируют свою гражданскую позицию. Пока небольшими шагами, но уверенно. «Такие мероприятия очень важны для нашего лицея. Во-первых, потому что мы узнаем много нового и интересного о событиях, которые происходят в Беларуси. Во-вторых, к нам приходит много интересных гостей, у которых мы спрашиваем то, что нас волнует и узнаем много нового». Ирина Альшова, Лариса Осмолуевич, Андрей Щербай, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогов недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 27 января ночью сохранится влияние фронтальных разделов. Днем город Брест окажется в области пониженного атмосферного давления. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 9 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметки минус 1. 28 января погоду в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 3 градусов ниже нуля. Температурный фон дня около нуля. Температура воздуха в ночные часы от 1 до 3 градусов.